всем приветики меня зовут аня и вы на канале ей сам накрустить и сегодня у нас новый старт да да это одна из тех работ которые я показывала в вышивальном полумесяце и и все-таки я выбрала ее повышевать и сейчас мы с вами посмотрим что же входит в этот набор и так я вытащила все из пакетика чтобы не шуршать посмотрим с вами на прибью шучку теперь без отсвечивания ну барашки это конечно наверное многих слова слабость как всякие совушки барашки да вот такую вот все она такой ми-ми-ми вот они такие вообще крошечные размером с клубничку я только сейчас заметила что тут клубнишки такого же размера тут барашки представляете какие-то ну такой замысел авторы конечно прикольно не делают вот эту вот всю экспозицию все фоточки такие ну вот манящие да и я уже как-то говорила что я хотела сделать из нее подушку и я еще подумала меня конечно кидают из стороны в сторону я купил этот набор и здесь не было описание что это как это да то есть я купила просто набор ну вот как вот пакете он там лежал до с двух сторон была фоточка тоже тут материалы есть и я не знала что это игольница я конечно понимала что это не подушечка да но я не думала что это игольница это такая вот должна быть игольничка здесь есть фоточка внутри как это все должно выглядеть изнутри с такой вот с таким милашным тут цветочком еще и собственно говоря я не знаю как я поступлю что я сделаю игольница это будет или все-таки подушка потому что я не пользуюсь в принципе не тем не ну как игольничками я пользуюсь игольнички у меня ну вот эти вот ну которые вот так разъезжаются до коробочки открывай отодвигаешь крышечку и там иголочки и меня не вполне устраивают я не факт что буду пользоваться вот такой дорожного процесса у меня как такового нету и наверное не предвидится даже если что-то и организуется в дорожный процесс то у меня как-то не заходит с этим вот а дома меня вполне устраивают вот эти металлические коробочки поэтому я все еще вот мечусь и не знаю то ли это подушка то ли это все-таки игольница посмотрим с вами в итоге что получится здесь схема ключ и в принципе то все здесь я так думаю наверное описание как что делать интересное здесь стежок какой-то будет интерес и что же у нас тут входит в набор собственно говоря вот такая вот ткань как вы видите неравномерно кстати хорошо передается немножко темновато конечно но мне посветлее но вы видите переходы что это не равномерно от к окрашенная ткань но как она отличается от preview да здесь либо темно-темно синяя либо вообще черная у меня прям бордо цвет конечно абсолютно не тот потом значит наборе кусочек тоже какой-то окрашенный ли он неравноверно окрашенные и каунт наверное кай 32 либо 36 сейчас заглянем 32 каунт хэнд дает не написано да как он называется 32 каунта ли он такой знаете стандарт стандартного окраса лен всем у вас он желтит он прямо такой хороший бежевенький оттеняет не получается цвет хорошенький потом фетр откуда эти скетов а я так понимаю вот здесь вот пришита но это жаида пришита или равномерка здесь ткань пришита а вот сейчас наборе у меня такой прям толстющий фетр лежит но это кстати лучше это прям мы реально лучше он такой вообще очень толстый очень-очень если вот так пришить то это ж прям книжище целое будет толстющая да не знаю но для подушки наверное самое то вот выложить вот такую толстенькую штучку ниточки мой там что-то на полу падала значит это цветочек наш который должен пришиваться внутри и нитки нитки вообще разного калибра здесь вот такая какая-то ниточка есть интересно 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 вообще разные разные сборная солянка то на них чуток на палец положить их они мне все перекручиваются абсолютно разные ниточки и что же у нас здесь извините виксдай воркс две нити овердать силк ос водол джи даже если я никогда не вышивала я ошиблась так значит вот вот этот окрашенный шелк две нити виксдай воркс четыре нити и с водол джи две нити dmc 4 нити в общем интересная такая сборная соляночка и впервые я буду пробовать водол джи точно и вот что за окрашенный шелк тоже не знаю тоже будем пробовать разбираться еще в этом всем деле как это все как вот это вот все разобрать вообще непонятно посмотрим и пакетик с пуговками шепардс буш всегда какая-то мимимишность обязательно пришивается и вот у меня здесь цветочки пуговки звездочки ничего такого выдающегося конечно но все равно миленькое украшательство будет на этой подушечки распаковали приступаем приступаем посмотрим что в итоге я соберу все-таки подушка это будет или или игольничка а вот и завершение данного процесса маленький шустренький быстренький на самом деле его можно было выжить и буквально наверно за сутки вот я поначалу брала его как отдыхалочку думал воду потихонечку потихонечку его вышивать но прошло два дня и я решила что хочу его потихоньку вышивать надо взять ты выше и собственно 2 вот как осень 3 до до вчера 2 апреля я целый день посвятила именно ему и действительно ушел практически день нормальный такой вышивальный но я вышила этих барашиков и сейчас я вам покажу расскажу что я меняла что у меня пока вот осталось чего мне не хватило не хватило мне не так мне не хватило нитки сейчас я вам скажу как у меня не хватило но это чисто моя ошибка мне не хватило вот этой свадаль джи мне ее не хватило потому что я вышивала все в две нити нужно вышивать в одну нить через два переплетения нити льна я решила что я буду вышивать в две нити потому что в одну нить это все очень очень жиденько было на честно говоря мне кажется что и на перевью вышито в две нити я ну вот мне так кажется потому что в одну нить крестики ложатся более аккуратно и они не такие пухлые а вот здесь вот на сердечке допустим видно что может это мне так видно муж там и в одну не не знаю мне не понравилось как у меня работа выглядит в одну нить поэтому я ее вышла в ту нити и на бугорочек мне не хватило можно видеть даже где на какой бугорочек вот здесь мне пришлось добавить немножко вот такого темного цвета он конечно выбивается но не так сильно не так сильно это заметно и все-таки нитки с переходом поэтому можно да как бы обыграть что типа так и должно быть но так не должно быть в клубничках я не стала вышивать вот этим цвет цвет биски называется желтенький такой а должны были и зернышки быть вышиты желтеньким я не стала вышивать и по мне смотрится очень даже здорово что еще заменила вот это вот надпись она должна была вышиваться просто фиолетовая ниткой я же взяла там же в наборе была вот такая вот перлешечка наверное да какая-то крученая ниточка скорее всего она предназначена для пришивания ткани там или делать красивый какой-то край не знаю в общем самой работе это нет не использовалась вот но я решила ее использовать таким вот образом еще что мне не хватило вот этой нитки это цвет apple бэкет а твик ты воркс и наверняка у меня где-то был запасах но мне было лень лезть и у меня здесь по три крестика сверху хотя антенки эти должны быть по шесть крестиков сверху ну немножко укоротила сравнение конечно это бросается в глаза если бы я вам не сказала я не думаю что вы обратили бы на это свое внимание что еще вот этой ниткой который вот елка темная темная вот эта елка дерево я не знаю что это этой ниткой должно было вышиваться здесь вся вот это вот стебелечки листочки потом вот здесь вот зелененькая эта нитка в клубнички в общем все листики вышивая должны были вышиваться вот такой вот темнющей ниткой не она сразу бросилась в глаза я полезла тут я полезла свои запасы и нашла вот такую нить отвезти воркс оскар называется мне кажется она вполне себе вписалась вот здесь вот на стебелечках как бы хорошо видно что она и выделяется но при этом она не вот таким вот ярким пятном выглядят все таки здесь уже такой более темно-болотный цвет не знаю для листиков как-то слишком вычурно наверное это выглядит работа прям вот крошечка прям вот крошечка малышечка тут буквально не не знаю может быть 5 на 10 ну да на 5 на 10 лет такой приблизительно размер классно вот как отдыхалки такие работы все-таки классные да за один день вышивайте ну не знаю я конечно вышила под конец я уже устала потому что все таки много одиночек нужно закреплять постоянно и подустала я немножко от этого черная нитка у меня практически целиком ушла еще какая-то нитка ушла какая ушла вот это вот наверное сердечками сердечки которые засула сердечка цветочек вот это вот red pair тоже она закончилась но это чисто из-за того что я вышивала в 2 нити если бы я вышивала в одну нить то абсолютно совершенно точно хватило бы на второй отшив всего вот так что нити лежат с нормальным таким запасом мне просто не понравилось все таки ли он 32 каунта если был 36 я бы в одну нить вышивала но на 32 приняла решение вышивать две нити пуговки я хотел сначала пришить их не хотела я пришила вот этот цветочек бесцветный вот этой ниткой юли и поняла что дырки от пуговицы сильно бросаются в глаза очень очень сильно бросаются и не зря все таки здесь она пришита желтенькой ниткой потому что уже это выглядит больше как цветочек нежели пуговицы потому что когда прозрачная нить ты прям явно видишь эти дырки пуговичные не раздражают поэтому я прошила здесь желтый здесь желтый и вот здесь вот тоже здесь на там в общем черное мулине на черном мулине пришита маленькая пуговка и на небе тоже как бы сердцевинка обозначена ну работа прикольно прикольно такие малышки они конечно забавны я буду делать подушку я говорила что в конце видео вы увидите уже готовый результат но к сожалению не увидите сидим и дома я разобрала нижнюю часть своего комода там у меня были кое-какие ткани ленты но ленты оказались и белого цвета никакой такой бежевенькой ну либо чего-то яркого у меня нету чтобы украсить как-то край подушки вот когда поеду магазин я что-то подберу что-то я подберу потому что ее можно просто сшить но как бы просто сшить она не симпатично все-таки край у подушек нужно обрабатывать иначе смотрится немножко ну не очень вот поэтому как только поеду магазин я подберу какую-то ленту посмотрю идеи опять же у шеперс буш потому что у них много различных вот подушек всяких разных да и вот видите как оформлено просто лента складывается в гармошку бусинами вот пришивается там явно да она как гармошечка и бисером пришиты но у меня нету никакой такой ленты подходящей нужен магазин а вот так что пока работа остается в таком виде показываю ее вам сразу готовый результат уже окончательный совсем вы конечно увидите у меня в инстаграм подписывайтесь на инстаграм мой тоже оставлю ссылку под видео и вот такой прелестный результат получился всем спасибо огромное за внимание спасибо за подписку за лайки и комментарии всем пока пока